Приехав в дом номер 8 по улице Новая, первым делом мы направились в подвал пятиэтажки. Однако без резиновых сапог пройти не удалось. Вода стоит здесь уже с прошлого года. Все трубы сгнили. Электропроводка, которая как минимум должна быть изолирована, выполняет функцию губки для впитывания стекающей воды с потолка. Как рассказал один из собственников, за помощью они уже не раз обращались в различные инстанции, но устранить проблему никто не решился. Водный союз кивает на жилищную инспекцию, подключилась прокуратура, а результат нулевой. Мы в прошлый год писали в ГЖИ, ГЖИ отвечала, но результатов не было. Нынче в марте еще раз написали в ГЖИ. Ответ пришел, что до 30-го числа они, Водный союз, обязали сделать ремонт. Но сегодня 27-й уже, никто, по-моему, делать ничего не будет. Проблем в этом доме очень много, начиная от обвалившейся штукатурки в подъездах, заканчивая трещинами по фасаду дома. Собственники пояснили, что председатель дома, который вдобавок имеет должности слесаря, бухгалтера и казначея, наплевательски относится к своим обязанностям, а на обращение вовсе отказывается реагировать. Он вообще с мёрзом не разговаривает, с кооперативщиками не разговаривает. Раньше такого не было никогда. Раньше какая-нибудь что-нибудь в кооперативе. Сначала сразу собирали собрание и решали проблему эту сразу. Говорили председателю, что давайте их устраним. А здесь ничего. Он с нами вообще ни в какой диалог не вступает. Просто не отвечает нам. Мы ему заявление пишем по поводу начисления коммунальных платежей, по поводу всего. Никакого вообще ответа на это нет. У нас в нашем доме, смотрите, маленький дом, 70 квартир всего. А за горячую воду ОДН мы платим 90 кубов у нас набегает в последние месяца. Куда вода девает, куда это всё уходит, никто не знает. Сейчас жители многоквартирного дома надеются, что их проблему кто-нибудь услышит, а безответственный председатель покинет пост и доверит это место более достойному. Александр Мироненко, Илья Урванцев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру.